Для меня сегодня это необычное мероприятие, волнительное мероприятие. Но я хотел бы сказать несколько слов о том, как получился этот результат. Во-первых, это командная работа. Не забывайте, что в любом бизнесе, а особенно в этом бизнесе, основные результаты зависят от команды. Ну и коротко о себе. Я кадрово-военный, мой стаж в сетевом маркетинге 26 лет. Бывший, ну в прошлой жизни я бы назвал так, я был кадровым военным, я 25 лет посетил армии, я преподавал в военно-воздушной инженерной академии, участвовал в боевых действиях, сначала во Вьетнаме, потом в Афганистане, защитился, преподавал. Ну получилось так, что мои усилия были уже не нужны. Ну, собственно говоря, в те времена 90-е годы надо было как-то выживать. Я оказался на улице со своей семьей, без средств существования. И нужно было принимать какие-то меры. Надо сказать, это был драйв. Знаете, как вот в ситуации человек напрягается, и здесь единственный способ зарабатывать – это был сетевой маркетинг. И я пришел в него осознанно, поскольку я технарь по образованию, я сначала все изучил. У меня сейчас на полках лежит полное собрание сочинений журнала MLM «Перспектива». Может быть, кто-то помнит этот журнал. Для людей того времени это была основная такая обучающая литература. Вот я изучил и пришел, в общем-то, в этот бизнес. Первые уроки были плачевными, наверное, как у многих, но школа была серьезная. После этого я уже стал заниматься своими бизнесами. Ну и так получилось, что, развивая свой бизнес, уже это финансовый бизнес, получилось так, что приходилось много ездить, были решены все финансовые вопросы, приходилось много проводить лекции, семинаров, это постоянные поездки. Ну, по-моему, получилось так, что этот бизнес меня мог и похоронить. Нужно было принимать какие-то решения. Я начал искать пути выхода в интернет-бизнес. И вот на этом пути тогда я встретил Кирилла Лицеховича. Кирилл стал моим наставником. И надо сказать, именно в этот момент, и благодаря его урокам и его тренингам, я постепенно перевел это свое дело, перевел в интернет. И надо сказать, что это получилось. Были решены масса вопросов. И когда говорят, что, вот, знаете, есть такая байка, отдыхать в море, жить где угодно, в любой точке мира. Ребята, вот это все работает, действительно. Я сэкономил кучу времени. Это раз. Выход на работу, поездка на работу в 5 минут, это войти в свой кабинет. И масса удовольствия. И самое главное, это перспективы. Интернет дает массу преимуществ. Надо этим пользоваться. Кстати, вот, я хочу сказать всем, что осваивать интернет, нужно осваивать его, для того, чтобы получать очень хорошие результаты. Это большая аудитория. Ну, потом получилось так, что команда, у меня было 2000 клиентов в этом бизнесе. Ну, последнее событие опять привели к тому, что нужно практически начинать все с нуля, сначала. И здесь я опять вот вспомнил Кирилла. Кирилл опять пришел ко мне с предложением, и я уже не мог отказаться от этого предложения. Почему? Потому что я его хорошо знал. Для меня он был непривлекаемым авторитетом. Я сразу принял это решение. Хотя, конечно, чуточку сомнений было. Но все сомнения пропали после вот этих базовых упражнений. Ребята, это просто суперупражнение. Во-первых, я получил результаты свои. Если будет время, я расскажу, какие. Второе. Клоняюсь авторитетом отца, я заставил свои детей пройти эти упражнения. Они взрослые. И надо сказать, что я получил грандиозный отзыв. У меня дочь, она нейропсихолог по образованию. И она мне сказала такую вещь очень важную. Она сказала так. Папа, за этими упражнениями лежит очень серьезная научная основа. Она как специалист мне говорит об этом. Она сказала, что простым и доступным способом показаны, как можно перевести себя в ресурсное состояние и повысить свою эффективность с помощью вот этих упражнений. За этими упражнениями серьезная научная основа, она сказала мне. И это оказалось для меня просто путеводной звездой. И я вот после этого приложил все усилия для того, чтобы развивать этот бизнес. И увидел результаты и у своей команды. Теперь у некоторых возникает предрассудок. Ну вот, нужно обращаться к своим друзьям, знакомым и так далее. Я лучше через интернет, холодно через людей, незнакомых и так далее. Ребята, бросьте это все. Могу сказать так. Первые ваши люди, с которыми вы пойдете в бой, это ваши родные и близкие люди. Самые первые. Не отказывайте им в получении такого блага, как упражнение суперджамп. Вот это самый главный вариант, который я хочу сделать. Обращайтесь к ним, спасайте родных и близких в первую очередь, а потом уже остальное окружение. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. И, конечно же, у меня есть три главных пульса в своем бизнесе. Первое. Всегда доверять наставнику. Доверяйте наставнику. У нас сильная команда, хорошие наставники. Делайте так, как они рекомендуют, и успех вам обеспечен. Это самый главный принцип. Второе, и тоже немаловажное, это нельзя предавать свою мечту. Если есть мечта, надо следовать за ней, к ней, как к путеводной звезде. Самая страшная ошибка у людей – это предать свою мечту. И это потом, конечно, даст свои негативные результаты. Не предавайте мечту. И еще один принцип – это самодисциплина. Самодисциплина дает хорошие результаты всегда. Я это знаю по опыту своих 26 лет в этом бизнесе. И у меня куча благодарностей. Первое. Благодарность Кириллу за то, что он привел меня в этот бизнес. Это раз. Благодарность Яровым, Артему и Ольге за вот этот подписающий курс стартовый. Я как преподаватель профессиональный, я просто оцениваю его качество. Это классный курс. Ребята, просто молодцы. Спасибо за это. Так руководителям и как наставникам. Ну и, конечно же, спасибо Владимиру Довганю. Благодарность и Довганю. Почему? Потому что я его знаю давно, уже больше 26 лет. Лично знаком с ним. Не знаю, помните меня или нет. Но могу сказать, для меня он был всегда авторитетом в этом деле. Поэтому, ребят, вот несколько правил, которые решают основные задачи успеха. Следуйте им, и победа всегда будет за нами. Летим к звездам, друзья мои. Спасибо.